19 марта в нашей стране отмечается День моряка-подводника. В 1906 году по указу императора Николая II в классификацию кораблей русского военно-морского флота был включен новый класс – подводные лодки. Обычно по такому случаю принято брать интервью у ветеранов флота, имеющих звание старшего комсостава адмиралов. Однако мы решили рассказать о нашем коллеге – операторе Михаиле Волкове. В молодости он служил матросом на атомном подводном крейсере. Это сейчас Михаил Волков – не только оператор нашего телеканала, но и музыкант, художник, писатель. А в конце 80-х – простой калининский парень. Он сам пошел в военкомат и попросил отправить его на подводный флот. Попал служить на север – на атомоход проекта 667 БДР «Кальмар». Ощущения во время нахождения лодки на глубине, конечно, своеобразные. Там ощущение такое, что не под водой, а под землей. Потому что там не качает, естественно, под водой. Ну и вот уходишь на три месяца и привыкаешь, как будто в бункере сидишь вот так вот. А каково ощущение, когда подводный крейсер производит стрельбу ракетами? Трясет. Ну, такой толчок. Потому что ракета дура такая, что мам не горюй. За плечами Михаила аж три автономных плавания. Для матроса-срочника это более чем предостаточно. Был даже поход, в ходе которого лодка пересекла Северный полюс. Под водой, естественно. На память о тех автономках у него остался соответствующий значок. Вот этот значок за дальний поход. Выдается он один раз. Кто там щеголяет тремя значками за три дальних похода, это значит явно не подводник. Потому что выдается только один раз. Хоть ты в шесть автономных сходи, все равно один раз. А службы на лодке масса впечатлений. Начиная от особенно хорошего питания, включая красную рыбу и вино, ну и заканчивая настоящим опьянением при выходе на свежий воздух после всплытия. Но самое главное, это особый дух подводников. Дело в том, что психология подводников или выживают все, или все гибнут. То есть, ну, братство, действительно такое братство. И у нас не зря же не было такой дедовщины беспредельной. Лодка снится с тех пор? Снится. До сих пор снится, что я опять попал на три года. Совсем скоро Михаил отправится в другую свою автономку. Повезет гуманитарную помощь и будет выступать с концертами перед нашими солдатами на СВО. Дорога предстоит неблизкая. Поэтому вполне возможно, что в пути ему еще раз приснится и родная подводная лодка. Продолжение следует...